здравствуйте мои дорогие друзья подписчики и гости моего канала сегодняшнем видео я хочу вам показать броши будем говорить опять о брошках но брошки у нас будут самые необыкновенные удивительные странные малопонятные порой но тем не менее очень интересные начать я хочу вот с этой броши сначала мы будем с вами посмотреть броши современные потом перейдем на винтажные винтажные броши тоже есть немало более чем странные броши а это современная заказала я в прошлом году на алиэкспресс но мне вот понравилась вот эта вот идея знаете интересная идея часы травы цепочки на ленточке ну в общем для пиджачка для плаща идеально совершенно вариант интересное и вот она сзади сделано вот так ее можно и как клип использовать заколочка вот обычный здесь видите замочек такая у нас брошь интересная на сей раз нам попалась следующая брошь который я хочу вам продемонстрировать тоже с алиэкспресс этом частенько брошь и заказываю там бывает очень интересно посмотрите на это чудо более того там еще были и такие же статуэтки в этом же стиле брошь не оклести вы больше этим задумчивым лицом маской вот сзади она такая на обычном замочке ну и конечно же интересный вариант не правда следующая брошь тоже очень странный купила я ее на блошином рынке это брошь в стиле арт народ есть и сплошной металл какие-то запчасти от числов все это наклеено таким вот образом стены и припаяно уж не знаю какая там была технология но очень интересно видите и циферблат и какие-то шурупчики и какие-то колесики и стрелки ну в общем чего тут только нету ну и сзади она тоже интересно сделана видите вот так очень интересная брошь я не могла пройти мимо такой брошь но и еще одну брошь я вам хочу показать тоже современную даже не снимала вот такая она тоже очень крупная и вот тоже и присутствуют и часы и бантики и бабочки и еще там море всего и даже вот этот вот бантик видите как сделано интересно один длиннее другого здесь такая вот штучка уже не знаю это брак может быть а может быть так и имелось ввиду но вот такая вот странная брошь замочек там тоже самый обычный снимать не буду вот такая уже она меня пристила своей вот такой вот необычностью многие современные женщины не приемлют стандартов и являются рьяными поклонницами оригинальных украшений очень ценится среди представительниц прекрасного пола необычные броши которые помогают выделяться из толпы такие броши пришли на смену обычных украшений это фигуры животных цветов растений асимметричные броши которые подходят как для повседневной зловой так вечерней или спортивной одежды изысканная брендовая брошь поможет подчеркнуть ваш образ сделать его завершенным а также ненавязчиво выделить вас среди окружающих ну и начать я хочу себе обзор своей личной коллекции очень странных брошей вот с этой я ее же как-то вам показывала в одном из моих обзоров и я сброшу ссылку вниз под видео а вот но давайте просто рассмотрим все-таки и и поближе потому что но она такая очень необычная это брошь была куплена с offer up и это работа мастера вот сделана в таком стиле абстракционизма и это полимерная глина это предполагая но очень интересная хотя еще не придумала куда ее носить вот замочек у нас вот такой пить его и на автор стоит какие-то еще цифры здесь вот но она вот такая интересная необычная какие-то руки какие-то диски какие-то еще там брызги ну в общем большая при большая интересно я не устояла взяла еще взгляните пожалуйста вот на эту удивительную брошь змею она тоже такая очень при очень большая какая и это брошь вообще-то я когда-то подарила свои сестрички потому что она родилась год змеи это был какой-то год змеи но потом она чё-то раздумала поносила поносила не знаю надоело может слишком крупно яркая и она мне вернула назад и это на самом деле брошь подвеска то есть ее можно на такой крупный цвет посадить но в общем вот такая она без маркировки но эта вещь конечно же я так думаю современная гляне вот на этот замочек но похоже во всяком случае я точно помню что я ее покупала в магазине в обычном антиплатном не на блошином рынке поэтому я считаю что это вещь современная но еще хочу вам показать вот такую брошь она я ее не покупала она и досталась с лота но когда лод всегда что-нибудь странное попадается и вот я когда ты начал рассматривать вдруг поняла что носите вообще-то надо вот так значит со знаком наоборот и и что это такое похоже вообще-то на воздушный шар но для меня вот как мне так кажется ну не знаю вот у меня такое ощущение сложилось хотя кто его знает про винтажность ничего сказать не могу хотя бы такой замочек замочек не современный это точно вот такая вот она с обратной стороны попробую поискать хоть какой-то аналог но ничего не нашла поэтому информация никакой только вот что сильно странно непонятная брошь но следующая брошь которую не совсем непонятно ну то есть как бы все ясно это вот это но велосипед на не просто велосипед такой а старинный видите раньше вот на таких ездили самом начале изобретение велосипеда на высоком колесе этот кстати требовала в общем-то немалой сноровки и потом такие велосипеды взяли себе на вооружение цирковые артисты потом убрали еще одно колесо вообще и в результате вот получилось вот такое чудо мне очень нравится вот странник место тут фонарика вот и самое интересное в этой пушке знаете что колесо-то крутится странная вещь и вот такая у нее оборотная страна мама в очень хорошем состоянии она точно винтажная глаженного рынка следующую какую я вам хочу показать травму и брошь это вот это ну что конечно же брошь может быть подарена партнолу потому что все здесь есть для шитья и катушка с нитками пуглицы и ножницы и еще что-то там очень много-много-много всего вот и вот она такая с оборотной страны не очень симпатично сделано я очень люблю когда броши вот с оборотной стороны тоже очень нарядные вот она нарядная на самом деле вот такая вот брошь интересная надо будет может моей сестричке предложить она она там меня шьет любит не под них правда но пишите попробуем следующую брошку которую очень странная при странная это вот это хочу хоть куда одеть эту брошку а вот можно поехать отдохнуть на море на пляж ну и вечером при одеть вот такую брошечку с пальмой потому что другого применения я как бы и не вижу вот она такая интересная купила я ее на развале в мессисе и думаю что она не винтажная особо правда давно купила лет десять назад с тех пор она у меня лежит каждый раз у меня загадка куда птиц вот так ни разу не испробовала маркировки веселись никакой нету в общем вот такая вот брошь вот такой вот вариант теперь хочу вам показать тоже такой брошь на что она но очень странная конечно я не могу вот но все таки она мне вот показалось какой-то нелепый что ли не знаю во первых это слота досталось мне я будет точно не купила бы сама такую и когда я ее получил я друг увидела что вот все эти подвески они были как-то перевернуты на изнаночную сторону мне пришлось перевешивать сама мы висят видите брошь такая сердечный бантик затем но сердечко второе вот два вместе тут еще это подвеска страшно с красным стеклянным габаршоном и тут еще у нас видите перламутровые бусины вот она такая интересная так орден выглядеть вот и застежка у нас вот такая вот застежка у нас винтажная это совершенно точно цвет мне очень нравится очень люблю бронзу очень ну вот такая странная брошь тем у нас еще это я все вам показываю броши не маркированные потому что тон я вам скажу странный брошь которая маркирована а вот еще есть одна такая тоже вообще насколько я понимаю это брошь обычно одевается на жительство на хрисмус вот она так сделал очень интересная такая мне понравилось очень вот эти маленькие вставлены праздники цвет тут она вообще вся из себя золотым покрытием которое мало сужжение потускнело в некоторых местах выглядит как серебро но это все золото еще камера искажает на самом деле вот у нас вот такая застежка застежка тоже достаточно винтажная и здесь еще вот еще мне очень нравится знаете что тут вот у нас есть такие вот видите вот такие как ушки сюда можно повесить например какие-нибудь подвески если так а если вот так то ее можно превратить на оде на кулон на это во что угодно в общем такая брошь трансформер очень мне нравится такие вещи интересные достаточно и необычного а вот теперь у нас пойдут броши с маркировкой и маркировка у нас от брошей будут ой-ой-ой какая я даже удивилась когда посмотрела что это в этой броши меня привлекла конечно же форма необычная все носите надо вот так не вот не так не так а именно вот так в общем абстракция сплошная брошь очень хороший хорошем очень состоянии и вы знаете вот ее маркировка но тут на самом деле видно не очень хорошо хотя славила маркировку тут написано не больше не меньше джей джей 1988 ну вот это из коллекции 1988 брошей доставили целый год вот такую вот маркировку вот затем у нас еще есть черная более чем странная брошь это тоже джей джей наверное вы уже это поняли и когда увидел эту брошь я как бы поняла что это джей джей потому что ну очень по стилю понятно но когда увидела вообще что это классная доска здесь лежит мел вот губка для стирания за 7 висят такие принадлежности которые для школьников яблочко ручка написано учебник по математике калькулятор линейка ну как бы все понятно и все ясно а яблочко чтобы голоду не умереть в школе ну вот надпись на этой даже доски меня шокировала сейчас попробую вам показать значит тут две самые известные математические геометрические формы во всем белом свете которая слева это теорема пифагора пифагоровые штаны во все стороны равны вот пожалуйста а вот это вот эта формула длины окружности такое знаменитая эй равно пиар в квадрате ну в общем все понятно и я думаю вот это брошь такая шпаргалка отсел и так подсматривать ну и вообще покажу вам но тут видно маркировка конечно очень хорошо но брошка такая я ее чистила чистила даже не совсем вычистила павку которая чистила не хочет она удаляться надо будет попробовать еще чем-нибудь она была такая черненькая достаточно ну сейчас на светленькая но остатки пасты выковырить не могу она попробую может помыть его совсем со щеткой может выковырю вот такая значит удивительная брошь сейчас посмотрим что у нас следующий брошь нас вот такая ну вот совсем до невозможности странная я уже ее разглядывала разглядывала уже смотрел осмотрела ну в общем что здесь совсем ничего не понятно что имел ввиду автор этой броши но знаете когда я увидела маркировку этой броши сказал ну-ка думаешь не знаю я что хотел автор сказать какая разница если маркировка здесь три фаре вот такое громкое имя к за три фаре вот и так баловались тоже не только классические броши делали со всякими стразами и прочим а еще и вот такие оказывается современные мне были наверное последние годы существования компании очень значит интересненько правда но вот теперь буду хвастаться перед вами да мои дорогие уж извините меня ежели перебор будет у меня какой-то но удержаться невозможно и так вот этой коробочке брошь видите надпись park lane уже хорошо открывает брошь и клипсы вот такая шляпа какие-то клипсы шляпа у нас с таким замочком то есть это современная брошь не винтажная но что меня в ней очень прилистило во первых цена была очень приемлемая я просто хочу показать оборотную страну не очень хочет хорошо вниматься смотрите что здесь написано ну во первых написано что она стоит 21 доллар я платила ровно в половину меньше это снова очевидно магазина и затем тут еще написано fedora pin а это уже интересно почему это интересно я надеюсь что многие из вас смотрели вот этот фильм фидора про актрису и конечно же вот она ходила вот в шляпе и в таких серьгах кто не смотрел очень рекомендуем он переведен на русский язык и я его смотрела уже очень очень давно ну просто очень давно правда я смотрела на английском языке но я точно знаю что здесь русском в русском переводе этот фильм вот я не буду вам рассказывать содержание этого фильма только там скажу что там все очень интересно играет превосходные актеры но и что еще хочу рассмотреть вот это вот значит смотрите тут написано что это сделано по специальному заказу от компании парк лэй в корее так сожалению сейчас нас вообще никто ничего не производит только вот к сожалению вот так вот китай индонезия корея ну и прочее прочее и малайзия всякие ну в общем сша нет ну вот такая удивительная брошь мне она очень понравилась и конечно же я ее обязательно в этом сезоне один из шляп у меня есть похожие одену темные очки косыночку такую шарфик на голову ну так как в фильме стиль и вот пойду выгляю себя выгляю как говорится брошь все остальное мы его теперь вишенками на моем тортике вот будет вот эти вот три абсолютно потрясающие броши это сделано мастером по индивидуальному заказу мне по моему сразу предупреждали вот но это такая работа удивительная и я вот хочу вам их продемонстрировать я купила все при вместе с утром очень недорого я была просто поражена потому что ну ничего такого подобного купить же больше невозможно эксклюзив полный то есть давайте рассмотрим их поподробнее значит все три дамы вот посмотрите вот такую вот три дамы личка и она посмотрите упааа шляп помните вот такие шляпы были очень модно одно время носили вот такими тоже воротниками вот такая вот странная дама вот такой у них замочек-замочек всех одинаковых делала одна рука хорошей стать очень замочек не дешевый затем вот это вот тоже вот такая интересная но не знаю она удивительная и с челочкой такой блондинка вся из себя и вот здесь стразик и шапочка из бархата вот это мех опять-таки есть стразик ну в общем-то уже очень очень необычная больше все мне конечно понравилось вот это помните в прошлом видео барби и пока такая смешная закрытыми глазками с красными губками яркими шапочка вот тоже смотрите какая интересная двойная двух цветов ну вот намочек точно такой же вот три такие очень необыкновенные броши мы конечно там зимний вариант на сединой можно и на сумку приколоть можно и на пальто приколоть можно даже на берет приколоть но то есть вот таких 3 удивительные абсолютно броши на теперь у нас выкладка естественно вот посмотрим что у нас на выкладке получится ну вот пожалуйста у нас выкладка такая получилась интересная и найти много броши оказывается вам сегодня показала вот даже вот это еще могу вместить наверно будет видно вот такая смазочка задумчивая нашу брошь вот полюбуемся давайте еще раз на все это великолепие броши все очень-очень разное на всех объединяет только одно необычность неповторимость какое-то даже странное как своего рода все реализм что ли но в общем каждый из них удивительно по-своему и на этом я хочу распрощаться с вами на сегодня до следующих встреч спасибо вам большое за просмотр и я даже все еще сегодня не знаю какой у меня будет видео в следующий раз скорее всего посуда но я не уверена потому что у меня еще знаете какие планы есть не передали эстафету я хочу на нее ответить скорее всего это будет эстафета с показом посмотрим а здесь на сегодня я хочу сказать вам еще раз спасибо пожалуйста просматривайте ставьте мне лайки нажимаете на колокольчик и подписывайтесь я буду всего-всего рада с вами была имя с из нью-йорка доброго до свидания будьте здоровы